В конце ролика будет важное дополнение, поэтому рекомендую его досмотреть до конца. Всем привет! Это бальзам Болотова, или как называет его сам автор, царская водка. Изготовлен по рецепту газеты ЗОЖ, номер 25 за 2005 год. Но речь сегодня идет не о том, как его изготовить, и не о его полезных качествах, а немного о другом. Дело в том, что органические и неорганические кислоты, которые содержатся в бальзаме Болотова, при его приеме могут разрушать зубную эмаль. Везде советуют пить бальзам Болотова через трубочку. Я пробовал, у меня это, конечно, получается, но все-таки зубы подвергаются воздействию, или контакту, лучше сказать, с этим бальзамом, особенно нижние резцы. Поэтому я после каждого приема бальзама делаю следующую процедуру. Полощу рот в суспензии, который готовлю сам. Она очень простая в изготовлении, абсолютно недорогая, и ее легко может сделать каждый. Для приготовления состава нам понадобится глюконат кальция в таблетках. Берем 5 таблеток и помещаем их в пол-литровую бутылку. Вот, 5 штук. В бутылку на 2 трети объема наливаем теплую кипяченую воду. Закроем крышку и оставим в покое примерно часа на 2. Таблетки за это время хорошо пропитаются водой, а затем легко превратятся в суспензию. Через 2 часа берем бутылочку и вот так хорошенько ее нужно потрясти. Получилась вот такая суспензия глюконата кальция в воде. Бутылку доливаем водой до целой. Для улучшения вкуса в эту суспензию можно добавить настойку мяты перечной или же настойку аниса. Я вот добавляю настойку аниса, потому что вкус, который приобретает это средство, очень будет похож на вкус зубной пасты мисвак. Мне он очень нравится. Капли считать не будем, это слишком долго. Я примерно добавлю пол чайной ложечки. Вот такое количество. Закрываем крышку и еще раз хорошенько все перемешиваем. Немножко суспензия приобрела такой зеленоватый оттенок. Получившийся состав можно хранить при комнатной температуре. Пол-литровой бутылочки хватит примерно на 5-6 дней. Применение. После каждого приема бальзама Болотова берем суспензию и хорошенько встряхиваем. Затем наливаем примерно 30 мл или 30 грамм, как вам угодно, суспензии и полощем рот. Что при этом полоскании происходит? Глюконат кальция взаимодействует с кислотами, которые попали на зубы, и нейтрализует их. Причем при этом образуется глюконовая кислота. Кстати, немного полезная для зубов. Она даже входит в состав многих промышленных ополаскивателей, которые продаются в аптеках. Вот такой не очень-то сложный способ, который предотвратит разрушение эмали на зубах при приеме бальзама Болотова. Ну а если с зубами есть проблемы, то еще дополнительно можно делать ряд различных процедур. У меня на канале есть плейлист про зубы, можете там посмотреть. Всем здоровья, удачи и до свидания. И небольшой паскриптум. Глюконат кальция не только нейтрализует оставшиеся кислоты бальзама Болотова во рту, но и укрепляет зубную эмаль. Кстати, стоматологи очень часто используют электрофорез с глюконатом кальция для как раз этого случая, то есть для укрепления зубной эмали. А вот теперь все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok